Кубанский рубеж В сельском доме культуры Станицы Петровской порядка 300 школьников поселения пришли встретиться с представителями поискового отряда «Кубанский рубеж». Одна из задач, которая стоит перед поисковиками сегодня – привлечь в свои ряды как можно больше молодежи. Ведь работы по розыску и перезахоронению солдат Второй мировой войны хватит еще не на одно поколение. За 10 лет работы поисковики отрядов края из 32 тысяч пропавших без вести бойцов нашли лишь 462. А опознать из них удалось всего 12 человек. Проходит время, и оно, естественно, нещадно ни к бумаге, ни к тем артефактам, которые с солдатами находятся. Тот же металл, он сгнивает. Такие вещи, как даже алюминиевые котелки в агрессивной среде, как на реке Корка, они тоже распадаются. Юным жителям станицы Петровской была представлена выставка артефактов, добытых славянским отрядом за десятилетия работы. На хребте долгом Крымского района, что возле станицы Небержаевской, где-то под листвой, вот так вот совершенно случайно, практически на поверхности осталось лежать. Что это такое, расскажите? Это листовка агитационная, чтобы советские воины, солдаты сдавались в плен. Эта уникальная бумага могла служить пропуском на территорию Германии. На обороте расположена фотография, изображающая, как хорошо живут пленные в Германии, что, естественно, было не так. Благодаря раскопкам, проводимым в Славянском, Крымском, Калининском и Абинском районах, удается представить себе, кем были наши воины. Чудеса окопного творчества, сделанные своими руками рисунок на стеклянной фляге. Самодельная стеклянная мина. Но самый дорогой для любого поисковика артефакт – это солдатский медальон. Солдатский смертный медальон. Ну, это часть, целого у нас пока еще нет, мы еще не находили. В 1942 году они были выведены из обращения, и уже в войска не поступали. Поэтому таких медальонов крайне мало находим на нашей территории, особенно в Славянском районе. Но этот был найден как раз вот на Курке, но он, видите, как сильно пострадал, либо осколком, либо пулей разбит. Верхняя часть вообще отсутствует. Но это самая главная часть для поисковика, то есть нахождение этого смертного медальона – это как минимум 50-процентное опознание личности солдата. По окончанию лекции посмотреть поближе на эти вещи хотел каждый школьник. Виктор Кузуб, учащийся школы номер 30, рассказал, что сам не раз находил отголоски войны в виде стрелянных гильз. И сегодняшний рассказ слушал с интересом. Меня заинтересовала раскопка оружий, мин. Возможно, в дальнейшем этот интерес выльется в настоящую взрослую поисковую работу, которая принесет немало пользы в неравном бою со временем за то, чтобы без вести пропавшие солдаты Второй мировой смогли вновь обрести свои имена. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова